Российские боевики, которых на войну в Сирию отправляла ЧВК Вагнер заявили, что их потери были бы намного меньше, если бы наемники имели хорошее вооружение. По статистике в Сирии был уничтожен каждый десятый россиянин. Террористы из РФ признались, что каждая бригада российских боевиков потеряла от 20 до 50 человек, а таких бригад из РФ приехало очень много. World Journal пишет, что очень много в Сирии было трехсотых россиян, большинство из них навсегда остались тяжелыми калеками, ненужными ни РФ, ни своему командованию. Потери были бы гораздо меньше, если бы снабжение группировки ЧВК не было таким аховым, просто-напросто аховым. Разбитые броневики за три дня потеряли пять грузовиков, ни на чем было даже перевозить личный состав, и потери от этого высокие. И все, встали. Признается российский террорист Сергей и добавляет, что еще год назад положение наемников было гораздо лучше, чем сейчас. Российские террористы жалуются, что картинка по ТВ пропагандистов вообще далека от реальности, существующей в Сирии. И когда россиянам показывают всю мощь российского вооружения, которое Путин кинул на борьбу с ИГИЛовцами, как, к примеру, идут колонны танков, за ними БМП, в воздухе военные вертолеты, то на самом деле это выглядит совсем иначе. Техники было мало. Наша армада передвигалась частью пешком, а часть — на КамАЗах и Уралах. «На нас просто экономили, и мы несли там большие, просто огромные потери», — рассказал товарищ российского боевика по имени Степан. Они также сообщили, что у ИГИЛ было достаточно серьезное оружие, причем у каждого боевика. А у ЧВК Вагнер только каждый десятый имел ночной прицел. Также российские вояки признались, что их обмундирование — отдельная тема для разговора. Большинство были одеты в старые броники, которыми пользовались в прежних войнах в горячих точках, где принимали участие граждане России.